Еще неделю назад мало кто верил, что в России реальном повторении нового 1937 года. Тем не менее, сегодня это стало реальностью. После серии арестов гражданских активистов по сфабрикованным спецслужбами делам, осколки российского гражданского общества заострились на теме собственного будущего. 24 октября 2012 года у здания ФСБ на Лубянке, как отмороженные псы бдят откормленные полицаи, записывают лозунги граждан, вышедших в знак протеста на одиночные пикеты. Путин Владимир Владимирович проводит у нас в государстве преступную политику. С помощью фальсификации и других мошеннических действий он пришел у нас к власти. С помощью фальсификации выборов. И на данный момент он проводит у нас в государстве просто политические репрессии. Всех неугодных людей он под надуманным предлогом, сфальсифицировав уголовные дела и доказательства при похищении людей с помощью ФСБ, или я не знаю, каких-то там тайных структур, возможно, просто его личных помощников. Они фальсифицируют дела и просто элементарно садят людей и грозят им большие сроки. Дело Развожаева лишь начало в череде открытий Лубянской инквизиции. Этого Кремль и не скрывает. Но паники не наблюдается. Есть четкое осознание. Если суждено сесть по приказу Дрезденского завхоза, сядут все, даже те, кто сегодня не вышел с пикетом, предпочтя по золоту помалкивания серебру чистого слова. Сегодня у власти нет вообще никакой идеологии. Они озабочены только сохранением власти. Население озабочено по преимуществу тем, чтобы его не трогали и что-то клали в клюв, подкармливали и не мешали дышать. В этом смысле власть какой-то консенсус с населением нашла. Никого 1937 года близко не будет. Репрессии будут жесткими. Они уже начались. Репрессии, безусловно, начались. Я думаю, что как раз насилие – это признак бессилия. И я думаю, что на сегодняшний день власть показывает свое полное бессилие. Им нечем крыть. У них нет аргументов. Поэтому выходит ложь в виде анатомии протеста. Поэтому, собственно говоря, на наши расследования об офшорных схемах в интересах друга Путина, олигарха Ротенберга, мы видим просто поток лжи. И мы видим, что людей, которые пытаются свою гражданскую позицию как-то высказать, хватают, пытают и так далее. Что делать гражданскому обществу? Въединяться, потому что следующий шаг – это повальная, лавинообразная, уже независимо от вашей гражданской позиции, посадка. Это ситуация, при которой они уже воруют людей в других государствах, держат их в подвалах, пытают. Это новое для России. Такого, в общем, не было, мне кажется, годов так с 30-х, с 40-х. Мы это видели в кино про НКВД. Правда, как крадут людей где-то на Западе, в Швейцарии, вывозят в багажниках. Оказывается, это все теперь наши реалии. Это теперь наши будни. Мне кажется, гражданское общество должно реагировать соответственно. Мы не можем вот просто так это оставить. Никак. Мы должны вынимать этих людей. И Узников по Болотной, и вот Час Развожаева с Лебедевым. Мы не можем их там бросать. Мы должны положить все усилия для того, чтобы эти люди оказались на свободе, и для того, чтобы с ними действовали хотя бы по закону. Хотя бы по закону. Негромкий пикет пронзительнее площадных криков. У общества нет другого выхода, кроме взросления. А зрелость приходит лишь с осознанием реальной опасности, которая и дает силу сопротивлению низменному инстинкту страха, что столь усердно культивируется лубянской бесовщиной. Если общество пренебрегает защитой собственных прав, оно быстро вырождается в население, а власть в обычных бандитов. С другой стороны, даже рабы поднимали восстание. Холопы никогда. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ